В России зафиксированы двое первых больных новым типом коронавируса. За Байкаль и Тюменской области, сообщила вице-премьер Российской Федерации, глава оперативного штаба Татьяна Голикова. По ее словам, заболевшие граждане Китая. Подробнее о том, какие меры предпринимать, чтобы не заразиться опасным вирусом, рассказал главный врач университетской клиники Казанского федерального университета Сергей Осипов. Первое, что нужно сделать, это установить медицинское наблюдение за потенциально контактными с любой вирусной инфекцией, но в данном случае говорим о коронавирусе. На 14 дней устанавливается медицинское наблюдение, два раза в день измерения температуры тела, ежедневный медицинский осмотр. При первых симптомах такие пациенты будут направляться в инфекционную больницу для дальнейшей консультации, лабораторного обследования и при необходимости уже лечения. Обязательным условием является обработка рук. Ничего сложного в этом нет, антисептиков огромное количество и в аптеках, никто не отменил обычное мыло, никто не отменил обычное мытье рук теплой водой. Следующий момент тоже очень важный, очень мне нравится наблюдать студентов, одеваться просто по сезону. Следующий момент это общеукрепляющие меры, то есть никто не отменял опять-таки занятия спортом, что повышает иммунитет. Это прием витаминов, их тоже на разный вкус, на разный кошелек, огромное количество в аптеках, не обязательно гнаться за дорогими импортными витаминами, как некоторые делают. Вполне работают наши российские витамины, они сейчас хорошего качества, столь же безопасны, как импортные. Пожалуйста, можно выбрать. Особенно важен это витамин С. Авиакомпании стран Грузии, Казахстана и Украины также ограничивают авиасообщение с Китаем. Лилия Баталова, Виолетта Басова, Универ Ньюс.